Они обязаны воевать полгода и только после этого могут быть помилованы и амнистированы. И некоторые из них сбежали в Россию и сейчас просят нашей помощи, чтобы мы помогли им вернуться в исправительные колонии. Потому что все они говорят одно и то же. Начиная с начала осени этого года, вот это вот грустное ЧВК «Вагнер» и Минобороны начали практиковать расстрелы, и буквально массовые расстрелы отказников, тех, кто пытается сбежать на позиции ВСУ, кто пытается сдаться в плен, кто пытается уйти в тыл. Вот это явление расстрелов, когда россияне убивают россиян из оружия, якобы за какие-то нарушения, это приняло массовый характер. У нас есть сейчас конкретно два заключенных, которыми мы занимаемся. Один из них нас слезно просит помочь ему вернуться в тюрьму, потому что он опасается, что за ним приедет служба безопасности ЧВК «Вагнера», который его положит в багажник, увезут в зону боевых действий, и там расстреляют и зароют в одной из траншей, как они это сейчас очень часто делают. Из наемников ценные свидетели. Бывший командир отделения штурмовиков ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев впервые заговорил с прессой после побега из России. Он перебежал границу с Норвегией в середине января, запросил убежище, дает показания. Медведев утверждает, что был свидетелем расстрела отказавшихся воевать россиян. Приехали в учебный центр, на полигон собирали прибывших, и застал такую ситуацию, когда приехали службы безопасности «Вагнера», привезли двух отказников, двинули речь, то, что предатели, изменники, трусы, публичные люди, простреляли. Медведев утверждает, что воевал на территории Украины с 16 июля, в том числе под Бахмутом.